ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сейчас начать бы наш эфир, в котором я хочу поговорить о театре, о власти, о свободе, о женщинах. Но начать хотела бы о том, как, вообще, какими вы видите времена в театре? Ну, не лучшие. Я думаю, что сейчас такое волнение идет вообще по стране. Это выступление Константина Райкина относительно цензуры, запретов. Я снова акцентирую на все-таки недостаточном финансировании всех культурных учреждений Приморского края. И говорю об этом не первый раз. А сейчас еще есть возможность сказать с трибуны законодательного собрания, но эту тему нельзя оставлять. Мне кажется, что я вообще для себя сформулировал, что цензура для меня – это недостаточное финансирование. Это самое главное – цензура. А больше я на тему не могу отвлекаться, потому что у меня нет такого жесткого отношения ко мне. Театр любит, театр доверяет, актеры трупа стабильная, театр работает. Поэтому вопрос цензуры я только могу поддержать. Если мое мнение интересно, я бы мог поддержать выступление Райкина и тоже побеспокоиться. Чтобы высказывания в адрес спектаклей, постановок или картины музеев, они были крайне тактичны и крайне вежливы. Потому что было раньше такое – залп аплодирует ногами. Это значит, залп не принимает то, что происходит на сцене. И дальше вещь прозрачная. Мне кажется, ответственность перед государством, в котором ты живешь, ответственность перед людьми, которым ты служишь, я имею в виду, в данном случае у меня нет другого зрителя, кроме Приморского, они обязывают тебя знать тот репертуар, который ты выбираешь, что интересно для людей, которые тебя окружают. А внутри этого репертуара – это позволительная роскошь, позволительная. Создавай. Придумывай. Но я никогда не занимался опытами. Может быть, это и делает меня таким консервативным, и пригляд к театру консервативный. Для меня это чрезвычайно важно. Хочу сохранить русский репертуарный театр. Я хочу говорить языком классических наименований. Но сегодня ты вынужден, а это вещь нелицеприятная, сегодня ты вынужден привлекать зрителей в зрительный зал, и тогда появляются те коммерческие наименования, о которых часто говорят. Вот там, ну что это такое, как это там, Боинг, Боинг или Ханума. Я не могу согласиться, что это название не самое лучшее, потому что советское время дарило более беспокойные названия, я имею в виду по содержанию, по культуре, по оценке тому, что там драматургически наивно. Но тоже свое время. Ведь о датских спектаклях, которые мы каждый год осуществляли... И вы тоже прошли эту историю. Ну, Ольга, мне в отличие от тебя повезло. Я прошел все истории. Ефим Семенович, вот, коль вы заговорили о Райкине, о его высказываниях по поводу цензуры и свободы, да, и, как известно, мнение культурного сообщества страны разделилось, кто-то его поддерживает, кто-то наоборот. А вот очень часто бывает же так, что людям, художнику дают свободу, а он не знает, что с ней делать. Вот что для вас понимание и понятие свободы? Нет-нет, я думаю, что Райкин, он знает, что он делает. Я думаю, что чрезвычайно важно то, что застает спиной такой кладезь и такое богатство, это Аркадий Райкин. И не случайно театр Райкина тоже на виду, и он востребован. И, может быть, столько бы не говорили сегодня о цензуре, о Райкине и его театре «Сатирикон», если бы не было такого театра. Потому что там, где ничто не положено, там нечего взять. А свобода ведь это... Знаешь, мне кажется, что это вообще призрачная какая-то субстанция. Мне кажется, что свобода, что ты имеешь возможность каждое утро приходить в театр, свобода, что тебя не прессуют артисты твои, цеха, службы, что они настолько законопослушны. У меня же такая вещь, я уже неоднократно говорил, свобода – это добровольная диктатура для меня. Это не мною придумано. Это Марк Захаров когда-то, гениальный человек, изложил этим. Поэтому я считаю, что каждый человек выбирает свою свободу. Она не навязывается извне. Она не может быть, знаешь, фактом давления на театр, в котором живешь. Кроме, повторяю, финансовых наполнений, финансового решения вопроса. Вот здесь я не свободен. Чуть позже о финансах и свободе с помощью финансов. У нас сейчас звонок в студию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте ваш вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. С прошедшим днем рождения, Ефим Семенович, у меня к нему такой вопрос. Вот сейчас очень многие соединяют музыкальный театр с обычным театром. Мне лично это не нравится. Мне кажется, что в музыкальном театре должны петь, в драматическом театре должны говорить. Как вы к этому относитесь? Потому что я знаю, что у вас есть музыкальные спектакли. Я от них не в восторге, но... Ну вот вообще, как вы относитесь к этому синтезу? И стоит ли развивать его дальше? Спасибо. Да, спасибо. И вы знаете, я сейчас буду настолько откровенен, что все вокруг скажут, ну, это не очень просто. Ну, я развлекаю просто зрителей. Я увлекаю зрителей, потому что есть одна самая главная причина. Ну, поющий театр имени Горького. Ну, за все эти вот 30 с лишним лет мы создали вокально, труппу театрально поющий. Вы же помните те проклятые всеми шоу, которые звучали? Сегодня ностальгически они вспоминают. И я выпускал ведь «Бендюжники короля». Это произведение, которое, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы идти на драматической сцене. Но вы правы. Сегодня... Ведь раньше была тема, что театр драматический один. Я имею в виду взрослый театр. И ты вынужден тогда занимать, чтобы это была ниша, чтобы это была и драматургия взрослого поколения, и только драматургия. Потом ты занимаешь... В связи с тем, что экология детей была, шаталась, качалась. Ты понимал, что надо заниматься спектаклями 10-14 лет. Потом ты занимался детскими спектаклями, которые хорошо воспринимаются. И не было театра, оперы и балета. Теперь сейчас, слава богу, мы отдаем все. Пусть там поют, пусть там танцуют. А мы будем по-своему все равно иногда обращаться к музыкальным спектаклям, которые сейчас... Вот я сейчас расстался с актрисой 5 минут назад. Ее зовут... Нет, я не могу сейчас пока... Скажу просто, ее зовут Наташа. И мы начинаем репетировать с ней Эдит Пиаф. Но я не могу отказать такой актрисе, которая может все. Овчинькова Наташа. Она может петь... Я вам все рассказал. То есть артисты сами создают условия, согласно которым вам хочется делать музыкальные вещи. У нас звонок в студию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте ваш вопрос. Алло, это я, нет? Да-да-да, задавайте, задавайте. По цензурам, вот вроде бы неприятно. Все мы хотим свободы. Но во что театры превратились? Не цензурщина, обдажение вот эти всякие, с ребенком пойти невозможно. Я в прошлом году в театр молодежи сходила, там про пьяниц каких-то, ну гадость сплошная. Ну как так люди вставали и уходили? Я вот в этом плане за цензуру. И все-таки я даже считаю, что если театр государственный, бюджетный, все-таки нужно как-то немножко границы иметь. И искусство, должно быть искусством, а не не цензурщиной пьянством показывать. Я вот так считаю. И многие мои друзья так считают. Спасибо за ваше мнение. Спасибо большое за звонок. Вот Ефим Семенович. К чему она очень справедлива? Мне повезло. В моем театре нет чернухи, порнухи, грязнухи. Я не занимаюсь. Я сказал, я опытами не занимаюсь. Для меня очень дорогой звонок. Но это не свобода, о которой мы разговариваем с вами. Да, вернемся к свободе и финансам. Это цензура, ругательство. Это компетенция одного человека. Того режиссера, который осуществляет постановку этого спектакля. И его вкус, и его мера, и его талант. Значит, не столько востребован зрителями, а он никогда не будет востребован на мат, на не цензурщину. Я разделяю эту точку зрения. Мне это неинтересно вообще. У нас опять звонок в студию. Здравствуйте. Вы в эфире. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать сначала, что было цензуры. Я слушала вот сегмент выступления Константина Райкина. И я думаю, что если бы жил бы его папа, он, я думаю, что, ну, по крайней мере, не осудил. А может быть, даже и гордился бы своим сыном. А теперь вот я хочу обратиться непосредственно к вам, Евгений Семенович. Я очень вас уважаю. Я считаю вас, ну, прекрасным руководителем театра. У меня там такой вопрос. Вот вы, я слушала в СМИ, что вы делали постановку по киссии, по книге Мединского, нынешнего министра культуры. Я хочу вас спросить. Вот скажите, пожалуйста, это был реверанс в сторону власти или вы нашли что-то очень интересное в этом его произведении? Ведь у нас такой в России богатый литературный материал помимо вот произведений Мединского. Спасибо за вопрос. Извините, вот скажите, может быть, это помимо зависимости, но не в ресурсах театра Ильи Горького. Он каким образом финансируется? Вы, для самой окупаемости, или у вас есть какие-то, вот, какие-то, ну, определенные бюджетные ассигнования? Потому что мне кажется, что у вас очень успешный театр, вы успешный менеджер, успешный режиссер. Я думаю, что у вас тут все должно быть хорошо в собираемости с наполняемостью бюджетного театра. Спасибо большое. Да, спасибо за ваши вопросы. Итак, два вопроса. Первый. Да, очень классно. Спектакль «Стена» – это реверанс в сторону власти или вы нашли действительно очень интересные мотивы, какие-то интонации в этом произведении, которые заставили вас поставить его? Вы знаете, значит, я думаю, что пусть каждый, в данном случае вот зритель, который об этом отзывается, воспринимает и принимает, значит, свое отношение к происходящим так, как он считает необходимым. Я думаю, что не случайная постановка, конечно, пьесы Мединского, романа его. Я начинаю одну не следовать тему, которая называется «История государства российского». Мы ее начали… Совсем недавно это стало происходить, но сейчас произвучит еще одна фамилия, и могут меня, значит, сказать, «А, вот конъюнктура». Это Александр Сергеевич Галушка, министр дальневосточного развития, который… Это он был автор идеи, значит, крейсера Пикуля. Понимаете? И после крейсеров я вдруг увидел переполненные залы. Вы поняли, что людям это не хотим? Я не могу, я крайне искренен. Ну, и мне, конечно, было такое… Мы так далеко живем, и вдруг фамилия Мединский, а потом столько на него тоже выливают, значит, не самых лестых слов, и министр такой, министр… А я думал, что «А можно мне докричаться, значит, через весь этот вот… этим спектаклем, этим произведением?» У меня нет никаких льгот в связи с этим, у меня нет никаких восхвалений. Все звания, которые в мире есть, значит, я ношу с трудом, вот они уже на плечах мне. Поэтому… Но надо все время привлекать столицу хотя бы приглядом на Дальний Восток, не только на мосты, океанариумы, тигроловов и там еще чего-то, но и театр Горького. Вы посмотрите сейчас, опера и балета, опера и балета, опера и балета. Я очень серьезно оставлен. Я должен совершать поступки. Я их совершил. Спасибо, Ефима. Но бескорыстно. Спасибо, Ефима Семеновича, за поступок и за ответ. А второй вопрос. Второй вопрос. Да. Театр успешный, это не секрет, и выглядит весьма финансово благополучно. За счет чего выживаете? Вы знаете, что, во-первых, не выживаем, не хочу. Это банально, но я думаю, что мы бедные, но не нищие. Я хочу сказать, что не так радостна ситуация сегодня со зрителем. Это тоже целая тема. Мы ведь что делаем? Мы их создаем не задумываясь, а потом начинаем задумываться, когда происходит следующее. Пункт первый. Фитисов-арена, тысячные залы, концерты, хоккей отвлекает людей, отвлекает зрителей. Театр оперы и балета, честь и хвала, отвлекает зрителей. Фескохол, забитый бесконечными пузачесами, концертами. Чем вы хотите? А зритель денег не имеет на такое количество. Он начинает выбирать. А он выбрал. Мы успешные. Он выбрал. Театр Горького, который на следующий год будет исполняться 85 лет. Но отток зрителя. Это вещи... И еще одна вещь появилась. Раньше была такая тема, это интересно, может быть. Кассиры-распространители. У нас было 20 человек, 30 кассиры. Они метались по городу. Билет вам, билет вам. Сегодня в ЛРУ. Значит, спасибо огромное. Следующий через телефон нашел, позвонил. Получил и так далее. И вот это вот, значит, с одной стороны удобная интонация, с другой стороны, она мертвая интонация. Потому что когда ты получаешь билет из рук человека, который рассказывает о спектакле. И тогда он не может лгать всем зрителям. Ну вот такая история. Ефим Семенович, у нас другой звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. У меня не вопрос. Я хотела выразить благодарность за постановку спектакля «Стена». Мы были в восторге. Своевременный, злободневный, прекрасный. То же самое за спектакль «Крейсера». Спасибо большое. Спасибо за ваш звонок. Ефим Семенович, ну вот мы говорим все как-то на сторону финансов. А сейчас вы вошли еще раз в одну и ту же воду, которая называется «Законодательное собрание Приморского края». Вот целый созыв вы, так сказать, копили силы. Какие чувства, какие новые интонации вы туда хотите внести? Какие идеи? С чем вы пришли туда? Нет, вы знаете, вот я хотел бы быть полезным. Вот по тому кругу вопросов, которые сейчас в течение 15 минут уже были озвучены. Репертуар, свобода, цензура. Это для меня первая интонация и главное там, в Законодательном собрании, это, конечно, сохранить, развить, поддержать, продолжать историю, когда она развивается вообще культура Приморского края в целом. Ведь надо быть объективным. Мы за эти годы не потеряли ни музеи, ни картины и галереи, ни симфонические оркестры, ни драматические, ни молодежные. Смотрите, надо уметь быть благодарными времени и тем людям, которые сохранили все-таки. Я думаю, что это реальные люди. Это Витя Бусаренко, Театр Кукол, это Шалай Витя и так далее, и так далее. Поэтому мы не в безнадёге. И просто сегодня одна тема меня беспокоит. Это чтобы наконец-то в Законодательном собрании 40 депутатов один голос озвучивал. Ребят, ну чего-то есть такое ещё, кроме поесть, кроме, значит... Текущих крыш и дорог. Да, справедливо. Я больше не хочу разоряться. Я верю, что меня услышат. Может быть, мой скромный возраст даст право быть услышанным и ещё и ещё раз поднять культуру на ту вот ступеньку, на ту платформу, на три небеса, которые заслуживают люди. Что такое культура? Это конкретные люди, которых ты знаешь, которые к тебе приходят, которые с тобой разговаривают. Поэтому это для меня главное. Равно так же, как медицина. Ну, я не могу. Равно так же, как учителя. Я понимаю, что я говорю о многом. Я мало что могу. Ну вот, кстати, о чём вы можете, да? Вот очень много говорят о меценатстве. Всё что-то вокруг этого закона, всё что-то муссируют, муссируют, но никак не могут его принять на федеральном уровне. Что мешает нам, вот на местном уровне, Приморском крае, вам, депутатам, создать закон, запустить его в жизнь. Закон, который бы стимулировал людей, имеющих деньги, оказывать, как вы любите говорить слово, воспомоществление к культуре. Да, ну вот мы говорили, что про деньги, чёрт твою мать. Ну, уже больше не будем говорить про деньги. Так на последнее. Я хочу сказать, что меценатство – это история выдуманная, на мой взгляд, ещё и на сегодняшний день во Владивостоке. Есть люди, которые, если в силу своего отношения ко мне или к театру, или к кинофестивалю, они могут быть радостными от того, что передадут какие-то, значит, деньги как спонсоры, как меценаты. Но в данном случае это благотворительное становление. И Ким Семенович, но всё равно во всём мире существует. Мы не можем принять закон. Этот закон должен быть на уровне государства. Сегодня эта тема муссируется. Абсолютно точно. В расчёте на то, что возврат будет потом, значит, налогообложение на сумму, которая – это большая тема. Этот вопрос – Союз театральных деятелей, Калягин, Министерство культуры, Мединский. Может быть, пригодится и моя связь с Мединским в этом отношении? Хотя бы я могу сказать, алло, держите меценатов. Полезный вопрос, но пока на начальной стадии уже недолго находится, лет 70. После Станиславского речи. Очень ждём. И, Фим Семенович, тогда закончим про деньги, поговорим о женщинах. Да? Да. Кстати, все, кто звонили, были только женщины. И в театре в основном женщины. Я думал, что, ай-яй-яй, нет, всё благополучно. Да. Ефим Семёнович, вас окружает очень много женщин, да? И благодаря женщинам вы подарили миру ещё двух женщин. Скажите, вот как творческому человеку? Не секрет, что женщины, они не только помогают, но и мешают. Вот вам женщины мешали? Оля, вы задаёте вопрос, на который нет ответа, и вы сами, даже задавая вопрос, говорите, да никогда в жизни. Я могу только на коленях стоять всегда перед женщиной, маленькой, молодой, взрослой, стареющей, начинающей жить. Ну, нет, я боготворю женщину. Что вы хотите ещё услышать? Что может быть? Есть две вещи. Театр, семья и женщины. Ефим Семёнович, а когда вы придумываете, что поставить в своём театре, вы понимаете, что большинство зрителей в театре – это женщины? Или как-то вот… Зрители в зрительном зале? В зрительном зале. Нет, Оля, я не соглашусь. Сегодня те женщины, которых я боготворю, и которые зрители театра, они приводят своих любимых, мужей, детей. Сегодня одиночество не посещает театр. А если посещают, тогда они хотят там увидеть то, чтобы облагородило, украсило настроение и душу. Нет. Нет, Оля, вы не правы. И тем не менее, у вас очень много спектаклей про любовь, и я знаю, что в ближайшее время будет ещё одна постановка, новая премьера, да? Про любовь. Откройте карты. Про любовь – это вы говорите, да, москамелиями. Да, мне очень приятно об этом говорить. Всегда только непредсказуемо, неизвестен результат, потому что сегодня идут первые репетиции на сцене, сегодня предстоят прогоны, сейчас приезжают художники. Мне очень приятно, что… Этот спектакль ставит Лапиков. Он ставил, как пришить, старушку, он ставил, значит, женитьбу Фигара, последнего владея. Значит, художник по костюмам. Мне тоже это об этом приятно сказать. Это Ирина Миклушевская, профессиональный художник. Это её будет первый спектакль костюмы на сцене театра. Это художник по свету Москва. Это художник декораций Москва. Колтуновский мы работаем. Ну, в общем, я хотел бы, чтобы «Дама с камеями» стала востребованной и коммерчески, и интеллектуально роскошью для тех людей, которые придут в зрительный зал. Прекрасная девочка играет. Она играла, забыть, Герострата, Саша Увикерова. Полюбите её, зрители, придите в театр. Но я не хочу обмануть вас. Я ещё не видел, что произойдёт. У меня внутренняя вера в любовь к женщине существует. Сейчас я говорю, значит, о «Даме с камеями». Но пока не отвечаю за тот спектакль, который вы увидите. Не знаю. У нас звонок в студию. Здравствуйте. Вы в прямом эфире задавайте ваш вопрос. Алло, Ефим Семёнович, вот не первый раз смотрю с вами эфиры, не первый раз задаю вопрос. Когда вы поставите «Три товарища» ремарк? Спасибо. Опять же, про любовь к Ефим Семёновичу. «Три товарища» – это ремарка, да? Да. Вы знаете, что я не могу сейчас вам рассказать, когда я это сделаю. Мне кажется, что нам надо встретиться отдельно, увидеть друг друга и понять, что «Три товарища» – это необходимость крайняя в театре Горького. Она идёт в современнике, кстати, «Три товарища» – ремарка. Это же грандиозный автор, восхитительный, но я хотел бы сейчас ещё вернуться к одному человеку, который называется «Самарсет Моэм». Вот я так как-то… Я услышал вас. Тогда я буду ходить на передачу, а вы мне будете задавать этот вопрос, а я вам буду всегда так берегами извилисты реки отвечать. Пока нет. А как вообще рождаются идеи по поводу того, что вот это ставить, это не ставить? Ну, ты же понимаешь, что улица, которая существует, она и время, в котором ты живёшь. Я сегодня сидел и размышлял с двумя артистами, что «Гамлет», надо снова возвращаться, что сегодня это крайне необходимо и опять нужны люди. Не буду муссировать. Но, тем не менее, вы сами понимаете, вещи-то чрезвычайные. Я сегодня думал о том, что, может быть, «Горький на дне», это опять сегодня крайне. И так далее. Ты угадываешь по запаху происходящему и в театре, и на улице, и дома, и в государстве в целом. Потому что просто так спектакли нельзя. Ты так определяешь коммерческие спектакли. К ним ты относишься потому, чтобы они хотя бы не были ниже, знаете, уровня драматургии. А вот к спектаклям подобного рода, я вот сейчас репетирую «12 стульев». «12 стульев» тоже ждал долго, больше не буду говорить. Прошло почти 40 лет, когда я увидел Юрского, восхитительного, гениального. Потом были, значит, другие исполнители, не буду их называть, занимать ваше время. А сегодня мы, Валя Запорожец, Саша Запорожец, попробуем войти в эту воду, в которую дважды входить нельзя. Почему я взял? Мне кажется, что «Остапы» не покидают. Они присутствуют во всех наименованиях спектакля, которые мы играем. Куда ни ткни «Остап». Только они никто не могут стать бендерами. Они не могут стать, ну, и так далее. То есть, чтобы увидеть правду жизни, но в таком концентрированном ключе, нужно идти в театр? Может, да. Если это получается, и не разочаровывают зрителей. Не надо рассказывать и петь песни здесь, что ты там все найдешь. Нет. Но там хотя бы ты остановишь взгляд и увидишь реального живого человека. А дальше, когда ты выбираешь пьесу, ты знаешь, у меня есть артист Славский, которому вчера исполнилось день рождения. Его тоже поздравляю. Любимый, талантливый, восхитительный артист. Есть светлый. И так далее, и так далее. Ты ставишь на артистов еще. Ефим Семенович, к сожалению, наше время закончилось. Счастье. Спасибо большое, что вы были с нами. Дорогие друзья, спасибо за ваши вопросы. Спасибо, что вы нас смотрели. Напомню, у нас сегодня в гостях был замечательный творческий и просто человек, замечательный Ефим Семенович Женецкий, народный артист России и депутат. Спасибо. Спасибо за внимание. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok